Питер Паркер Тома Холланда стал вполне заслуженно одним из самых любимых спайдерменов всех времен и, как считают многие, его, возможно, главной фишкой было то, что новый Спайди занял нишу некого невероятно вовлеченного и увлеченного всем происходящим подростка, почти ребенка, восхищающегося мстителями, супергероями и так далее. Что же, прошло время, перспективы лично Тома Холланда, как и его персонажа в MCU пока что не до конца понятны. Вполне возможно, что следующий Человек-паук вообще выйдет без участия Тома, а его персонажа заменит Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. Ну а теперь, если верить изданию ScreenRant, в MCU нашли в целом замену образу прежнего Питера в Marvel. Теперь это место займет Мисс Марвел в исполнении Иман Велани, ну а ей, естественно, поможет Бри Ларсон, кто бы как к этому не относился. Всем привет! С вами ЮТУ и мы начинаем! Итак, о чем идет речь? Как мы сказали выше, Питер Паркер в исполнении Тома Холланда занял в Marvel совершенно свою особую нишу. Это был не просто супергерой, не до конца понимающий, что он, собственно, герой, но также и подросток с широко раскрытыми глазами, который особенно колоритно смотрелся на фоне ветеранов MCU. Помните, например, как ранее Питер Паркер мог подолгу восхищаться крутыми способностями и костюмами каждого из своих, так сказать, коллег? Плюс во многом Питер представлял фанатов, смотрящих фильмы. Он называл Мстителей их выдуманными именами, потому что так их называл бы обычный человек. Он практически поклонялся Железному Человеку, что имитировало одержимость многих поклонников MCU миллиардером, филантропом, плейбоем в исполнении Роберта Дауни-младшего и так далее. Но время прошло, за несколько последних фильмов Том Холланда его персонаж сильно поменялись, в первую очередь, конечно, просто повзрослев, да и, как мы прекрасно знаем, сам Том, судя по всему, уже далеко не в таком восторге от своей роли и от того, что он должен играть в MCU. Так что актер уже довольно давно говорил о своем уходе на неопределенный срок, после чего, разумеется, он вернется, если, конечно, вернется еще более взрослым и неподходящим для все того же образа восторженного тинейджера. Что же, как сообщает издание ScreenRant, впрочем, что оно сообщает, вы сейчас узнаете, только прежде не поленитесь нажать на лайк, написать любой комментарий и, конечно, подписаться на наш канал, так вы сильно мотивируете нас на дальнейшую работу. Так вот, как пишет ScreenRant, теперь роль Тома Холланда в MCU отдают новой мисс Марвел Камале Хан. Сейчас именно она стала тем самым восторженным подростком, который, или уже теперь которая, просто боготворит своего кумира, капитаншу Марвел. Первый пробный шар в данном аспекте был запущен еще в сериале Мисс Марвел, ну а сейчас, особенно судя по трейлеру фильма Марвелс, Камала Хан определенно заберет на себя функцию Питера Паркера. И даже пойдет дальше, например, ее комната в трейлере Марвелс представляет собой просто какую-то святыню капитанши Марвел со стенами, покрытыми изображениями героини, вырезанными из журналов и даже нарисованными самой Камалой. Ну, в общем, это явная отсылка к зрителям супергеройских фильмов, особенно, кстати, с учетом того, что, как показывают исследования в последних пару лет, аудитория Марвел заметно помолодела. И как мы видим вследствие этого, новые проекты студии все чаще снимаются в исключительно юмористическом ключе, ориентированный как будто в первую очередь на тинейджеров. Ну или наоборот, как раз из-за того, что студия стала снимать такой контент, он, собственно, и привлек в первую очередь подростков, отпугнув часть более взрослой публики. Как бы там ни было, факт остается фактом. Что же, подобная замена, когда тандем Тони Старк и Питер Паркер меняют на Кэрол Денверс Камалу Хан, уверен, понравится далеко не всем. Если говорить обо мне лично, то, по-моему, в новой паре героиня Иман Велани выглядит куда лучше, чем ее старшая коллега. Да, сериал Мисс Марвел смотрелся, как по мне, довольно убого, а вот в трейлере Марвелс мелкая даже еще вроде ничего отыгрывает. Ну или, может быть, так показалось, не знаю. Как бы там ни было, разумеется, Бри Ларсон не может ни в какое сравнение идти с Робертом Дауни-младшим, так что здесь полная фиаско. И все же, вот такую замену мы прямо сейчас имеем возможность наблюдать в MCU. Пишите, как вам такие перемены, что вы думаете о новой затее Марвел. Также не забывайте подписываться на наш канал и на наш телеграм, ссылка ждет под видео. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока.